Ребята, всем привет! Назарбаева бросают в топку предвыборной суеты. Его депутатская группа, я так понял, в Можилисе, она прям так и называется, жена Казахстан, предложили идею вернуть Астане старое название, а новое название, ну, султан, вышвернуть. Они объясняют это тем, что якобы народ это не одобрил. Вот проснулись-то депутаты вместе с Такаевым. А почему? А потому что впереди президентские выборы, и нужно набирать очки, для того, чтобы Касым Жамар Такаев с легкостью мог бы победить на этих выборах. Правда, они забыли, кто дал название, кто выдвинул идею, чтобы переименовать Астану в честь султана Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нур-Султан. Ну и как можно после этого полагаться на второго президента, когда одной рукой поднимают руку за переименование и выдвигают эту идею, а другой рукой через какое-то время, наоборот, ворачивают старое. Вот, ну, Шултан Абиш Назарбаев, наверное, плачет, локти кусается. На кого? Зачем я сделал ставку на Такаева? Какой все-таки оказался преемник? Ненадежный. Не зря в январе мы совершили попытку, наверное, да, свержения. Ну, это мое мнение. Тут не то, что нужно ворачивать старые названия Астане, но и всем проспектам, улицам. И нужно убрать памятники Назарбаева по всем городам. Поскольку, как это так, человек еще живой, а вообще с него уже такое, да? Это происходит в Карагандинской области. Я хочу сказать, что очень ответственные наши Аким области. Все, что поручения он дает для выполнения определенных заданий, например, данного района, где он побывал, все это выполняется, и он сам проверяет. Вот он у нас был в мае месяце. Были у нас проблемы там по воде, по свету. Все решилось? Все решается, да, решается. Решается, но не решилось? Все это решится уже, я думаю, к сентябрю месяца. Сейчас уже проблемы с водой нет. Вот я живу на пятом этаже, вода хорошо идет, свет практически не отключают. А дедушка смеется почему-то, да? Вы считаете, что это не так? Я не люблю вот этих подлиз. А при чем тут подлизы? Я в этом совете, в общественном совете... Вот, 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 вот она, и здесь вот эти халуи есть. В Казахстане это уже становится традицией менять конституцию под себя, ну и выборы проводить для себя любимых. В принципе, Касымжимар Такаев далеко не ушел от Назарбаева, ну прям хороший наследник всего этого. Он решил удлинить свой срок на два года. Теперь, если раньше было пять лет, то если эту поправку внесут в конституцию, будет семь лет. И вот интересно, если Касымжимар Такаев на этих выборах, он же выдвинул в качестве себя кандидата, пойдет по старым законам, то есть на пять лет, получается, когда он станет президентом, если выиграет, то будет внесена поправка в семилетний срок, и получается, возможно, что сроки Касымжимара Такаева могут обнулиться, и он на следующих выборах может пойти уже на семилетний срок. И тут вопрос, в каком году он уйдет на пенсию глубокой-глубокой старостью, если, конечно, доживет. Что интересно, чтобы быть уверенным в победе, перезбраться, решил, ну, досрочно, чтобы другие кандидаты не успели подготовиться. Это тоже уже традиция. А еще заранее надо, как у нас это бывает, попересажать политических оппонентов. Ну, кого-то у нас при Назарбаеве даже убивали. Ну, можно и изгнать со стороны, как это бывает у нас в нашей стране. И таким образом политическое поле как бы зачищено, и можно свободно шагать на безальтернативной основе в президентство. Ну, а чтобы создавать видимость политической борьбы, демократии нарисуют нужных кандидатов, которые будут имитировать конкуренцию на политическом поле. Ну, вот уже Касанов тут нарисовался. Ну, а то, что касается оппозиции, в принципе, если вот произойдет чудо, и она успеет подготовить единого кандидата, то это не факт, что его зарегистрируют в качестве кандидата, поскольку, чтобы пройти регистрацию, нужно обязательно знать казахский язык, нужно обязательно раскрыть все свои счета, а если хоть один счет найду, то, считай, регистрации не будет никакой. А еще нужно иметь пятилетний стаж работы в государственных органах власти, и многое-много чего. Президентские выборы – это апогеи политической борьбы. Амиржал Касанов, который участвовал в 2019 году в президентских выборах и занял второе место, а может быть даже и первое, но слил свою победу, можно сказать, унитаз, заявил о намерении участвовать в выборах. Вот что он написал на своей страничке Фейсбука. Как гражданин Республики Казахстан, который занял формальное второе место на прошедших в 2019 году президентских выборах, заявляю о своем намерении участвовать на объявленных сегодня президентом Такаевом в неочередных президентских выборах. А не пошел бы он лесом. Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным дать старт принципиально новой программе Национальный фонд детям. Родители в Казахстане задаются вопросом, как будет работать программа Национальный фонд детям. По этому поводу есть предварительная информация. Если ее примут в Казахстане, то она заработает с 2024 года. Деньги будут поступать из инвестиционного дохода Национального фонда, капитализация которого достигла 30 триллионов тенге. Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на социальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия. А средняя доходность данного фонда составляет более 3%. Это примерно около триллиона тенге. Если 50% этой суммы поделить на всех детей, то получается, как сообщают, это примерно более 70 тысяч тенге в год на каждого ребенка будет начисляться. И кто не знает, в Казахстане 6 миллионов 300 тысяч детишек. То есть детей можно считать человека, который не достиг 18-летнего срока. И как раз денежки будут капать на счет детей до 18-летия. Это все, ребята. Оставляйте свои комментарии под видео, будет интересно, будет дискутировать. Также ставьте лайк, это продвигает ролик. Прошу также подписываться на телеграм-канал, который вы видите перед собою. Туда выкладывается видео, которые невозможно выложить и в YouTube, и в Facebook по цензурным соображениям. Да, такое бывает в наше время. И там не всегда работает свобода слова. В общем, всем пока.